всех приветствую мои родные любимые сердце вам дорогие веганы христолюбчики и все кто попал на это видео которое называется не убей какая у нас заповедь из заповедь моисея или бога сегодня мы с вами будем разбираться поводом для записи этого ролика уже давно накопившиеся внутренне такое у меня желание я много это вижу сказать свои мысли по поводу того когда я вижу посты где я даже никакого примера сегодня не подобрал потому что те которые я видел в ленте у своих родных дорогих близких мне особо веганов христиан да я никогда себе не добавлял и сейчас попытался через яндекс найти даже ничего особо не получилось я вбил там не убей иисус там немножко в другом контексте там уже вот пытались люди даже христиан на плечах в том что вам дана такая заповедь а вы вот там и лицемерите но очень часто я видел такие посты иисус неважно распятый живой с ягненком там или нет и написано не убей исход 20 глава такой-то стих такая-то заповедь да и типа ну может что-то там еще на посте на таком картинка картинка пост да что-то быть приписано типа вот бог заповедал не убивать или заповедь божья не убивать относится ко всем живым существам что-то такое я даже сейчас уже поленился перед этим проповедью своей это искать потому что ну к себе их не сохранял не добавлял по моему может быть когда-то у меня там тоже столько много изображений что картинок в социальных сетях что я просто могу не найти и буду два часа сети сказать я вам общий смысл образовал 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 обрезавал обрезавал я думаю что все вы меня поняли ролик будет специфический в том плане что обычно я вы знаете с поднятым пальцем к небу говорю что я глаголю вам истины сегодня ролик будет не совсем в моем формате конечно же я поделюсь своими мыслями своими эмоциями чувствами попытаюсь дать какие-то аргументы и мои размышления не только чувства но попытаюсь их описать хотя у меня больше это на уровне чувств потому что не все конечно тут так просто и я много раз как-то и говорил и писал и так вот высказывал свои мысли что мне это поперек сердце все вот это вот когда пытаются выдавить причем я говорю я вот сейчас почему не нашел пост там именно где обычно иисус и пытаются от лица или там и сеев цитирует вообще евангелие да а вот я вам попытался объяснить те посты которые я видел я боюсь что я могу такого не найти там были они в лентах что именно вот не важно принципе может даже не быть иисуса в том-то делали кстати может неправильно в яндексе пытался найти там именно прямо ссылка на вот это вот заповедь не убей десяти слове и моисея или бога как некоторые называют да и говорят что бог дал заповедь не убивать всех даже животных и я говорю я обращался я помню точно где-то я может быть в мессенджере давал свой голосовой такой комментарии в чате где мы там в группе есть с близкими мне я возможно писал комментарии под своими же роликами кому-то давать что это это неправильно я попытаюсь объяснить но я я сейчас так мягко скажу в конце скажу все-таки более так пожестче потому что я попытаюсь все-таки игру донести ту мыс которую вот у меня есть причем который я как сказал обвалоченный именно таким комком чувств до немножко может быть сегодня сумбурно но потому что такая тема я говорю потому что мы обратимся с вами еще к евангелию где иисус сам якобы ссылается до на это десяти слове мысей да вообще конечно же иисус не раз обращал своих слушателей до писания ветхого завета именно в этом у меня есть небольшой конфликт хотя мне это более-менее все ясно но я попытаюсь донести и до вас давайте обратимся к самому писанию во первых я прежде всего опять скажу что если вы хотите что-то понимать в каких-то мыслях вот в мыслях христолюба вы же не смотрите две минуты из середины ролика чтобы понять мою конкретную мысль надо просмотреть как минимум один ролик который человек выпустил как-то назвал от начала до конца знаете библии это такие же писания там есть исторические события контексты разворачивaismentation события а до я но с чего то начинается чем то заканчивается сама библия начинается сначала и заканчивается концом книги бытия с отворения бога всего всего вселенной всей вселенной и человеками может сказать разрушение всей этой вселенной бог творит новую вселенную да мы все это знаем действительно в этом плане это гениальность очень часто люди уже когда погружаются в саму, как говорят, Библию, все, этот критерий уходит, просто могут взять стих и обмусоливать его, как хотят. Какой у него контекст, что это значит? Я все-таки, конечно, вначале свою позицию озвучил, или еще раз повторюсь, я против таких постов. И вы знаете, прям буквально перед записью ролика, не знаю, Бог положил мне на сердце, сформировал мою мысль, почему я, может быть, оттягивал этот ролик. Я против именно картиночных, ну или короткого текстового поста, или вот такого вот поста, не убей, это заповедь Божья. Все, нельзя никого не убивать, вот у вас в Библии написана такая-то глава, такой-то стих. Ну, если быть точным, какая у нас 20-я глава, какой-то там стих, заповедь не убей, 13-й стих, 20-13, все, поэтому вы не имеете право все трупожоры, убийцы, псевдохристиане, как я сам называю этих людей, да, и всех грешников, кто это делает, да, вот у вас в Библии написано, не убивайте. Я почему против такого? Потому что я терпеть не могу лукавство, лукавство от дьявола, вранье от дьявола, извращение, тоже все это от дьявола, так скажем, тем более сознательно. Вы знаете, если бы это делали несознательно, и я не знаю человека, еще могу предположить, что он это сделал несознательно, если я вижу, пишет там, из какой-нибудь другой религии человек, не из христианской, там, да, из другой любой религии, да, каких-то атеистических мировоззрений, восточных и так далее, и он может быть плохо знаком с Библией, с христианством в частности, да, но когда это пишут христиане, особенно моя речь, конечно, кстати, сегодня обращена и очень к моим близким людям, я говорю, я, потому что я против этого, я говорю, я, по-моему, писал об этом, говорил, я не могу сейчас найти все свои там сообщения, я пытался свою мысль донести, она была изначально мне вся противна, и где-то я мог, хейру, в чтении комментариев, я об этом как бы озвучивал, но не такой ролик, какой сегодня опять получится, как минимум, наверное, на часик, да, я просто все, что тогда говорил общими и такими маленькими, да, так скажем, своими высказываниями мысли, сегодня я вот массово раскрою, как всегда, от начала до конца эту тему, и вот прежде чем людям дать ссылку на исход 2013, во-первых, те, кто ее дают, надо понять, что все эти события, связанные с так называемым Ветхим Заветом, хотя это называют все писания корпуса Ветхозаветных книг, да, но вообще-то более частно это называется все-таки вот этот именно Завет данного заключенного между Богом якобы и евреями через Моисея, там, посредством ангелов, ну, в общем, вы все знаете это, да, все это описано, начинается, по крайней мере, все это вообще с 19-й даже главы, а не с 20-й, я вам ее, мы ее кратенько, мы сегодня столько много считать не будем, я лишь хочу этим роликом, кто, кто хочет, у меня есть канал Христа Любиблии на описании, где вся Библия целиком, последовательно записана, там вы сможете все ответы найти на свои вопросы, поэтому я лишь здесь уже бегло, цель только заинтересовать, но и обратить на такие аргументы и очень важные события, места, где уже будет и так все понятно, но для более подробного вы и так можете, наверное, на другом моем канале тоже ознакомиться. И вот с 19-й главы, причем до 20-й, читать, именно здесь они шли по пустыне, и Бог вывел, что такое исход, она так книга называется, это когда Бог из рабства египетского вывел еврейский народ, и до 19-й главы они идут, выводятся, во-первых, там жизнь Моисея описана в Египте, я кратко расскажу, да, 19 глав, потом Моисей якобы выводят, но Бог через Моисея, этих еврейский народ из египетского рабства, они по пустыне там 40 лет шатаются, вот в эти 40 лет они в некой горы там останавливаются, да, и там все вот эти события, которые сейчас будем читать, и описываются. В третий месяц по исходе сынов Израиля с земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, поэтому гора называется Синай. И двинулись они из Египетского, и пришли в пустыню Синайскую, расположились там Стана в пустыне, расположились там Израиль Стана против горы. Моисеев зашел к Богу на гору, и возвал к Нему Господь с горы, говоря, и начинается с начала 19-я глава, назовем ее прелюдией такой. Я говорю, кто хочет более подробно познакомиться, обратитесь на мой канал Христалю Библии написания. Ну, правда, опять же, не к исходу уж, начните Библию целиком вместе со мной читать, смотрите, слушайте, доберетесь, потерпите и до этого момента. 19-я глава водная. Бог, ну я своими словами, хотя, может быть, я говорю быстрее всегда прочитать, но я скажу, Бог Моисеев спрашивает, вообще, пойди у народа разберись и спроси у него, я им вообще нужен, будут ли они исполнять то, что я от них потребую. Бог, что ничего не говорит, что потребует, говорит, они будут слушаться. Это же я их вывел, спас из Епихта. Ну, я вам всегда буду концы глав зачитывать и начало. И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Вот все, о чем он беседовал с Богом. И начинается 20-я глава. Заповеди мы прочтем все, хоть и быстренько так. Извлек Бог Моисей все слова эти, говоря, я Господь, Бог твой, который, вы поймете, почему это важно. Девять заповедей Моисея, как я называю, потому что первая и вторая, это и есть одна заповедь. Вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служим, ибо я, Господь Бог, твой Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня и творящих милость до тысячи родов, любящих Меня и соблюдающих Мои заповеди. В моей интерпретации веганных христолюбцах это первая заповедь, ролик на эту тему, я если не забуду попросить в комментариях, дам, я записал ролик, почему не 10 заповедей Моисея или Божьих, а 9, я подробно об этом говорю. Ну, вторая, ну и пусть по каноническому, так называемому варианту религиозному, третья. Не произноси имя Господа Бог твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Ну, по моей вариации третья, так четверная. Помни день субботний, чтобы светить его, шесть дней работы, не делай в них всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему не делай, в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твоя, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, поэтому благословил Господь день субботний и осветил его. Ну, по моей вариации четвертая, так пятая. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Шестая, не убивай, седьмая, не прелюбодействуй, восьмая, не кради, девятое, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего и десятое, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Ой, как здорово, слышите, вот они, вот она, вот она заповедь не убивать даже животных. Не убивай же Бог, сказал Моисей. Почему я против, я уже еще раз буду повторяться, такой текстовых, коротких интерпретаций со ссылками на вот это вот местописание, когда вы хотите христиан, там, иудеи, может быть, такого же, ссылаясь там на Тору или вот на Ветхий Завет, пусть в христианском версии, да, вы никогда их не убедите. Две причины. Первое. Если он знает все, и вы это знаете, сейчас мы дойдем, да, мы погрузимся в шкуру человека, который знает все, он вам в ответ ответит то, что я вам сегодня, я сыграю такую роль того, кто пытается убедить того, что нельзя животных убивать, исходя из исхода 20.13, 6 заповеди Моисея, Бога не убивай, да, и наоборот того, кто будет это опровергать. И плюс того, кто будет опровергать, я говорю, мы в две роли сыграем, знатока и невежды, да. Но невежда-то может превратиться в знатока, и когда он узнает, что вы его обманываете, какое у него будет отношение к веганам-христианам или к веганам, которые не христиане, но берут Библию и вот так вот пытаются, я бы сказал, лапшу повесить на уши. Я говорю, хорошо, если они это делают, веганы-нехристиане, не понимая Библии, не зная Библии, а так что-то где-то нахватавшись, они хотя бы искренне, может быть, хотя их тоже обличает невежество, собственно, что они не потрудились узнать это, узнав откуда это, открыть Библию, открыть книгу Исход, пусть для них еще мало, что это значит, и хотя бы что-то побольше взять, пару страниц, если это бумажный вариант, вперед, и пару страниц назад, и прочитать, откуда все это, если они пока, вот как я, не знают, откуда точно начать, я вам говорю, хотя бы с 19 главы, там, 32 закончите, а лучше весь Исход прочитать, а лучше всю Библию прочитать, да, тогда вы все будете понимать. Буквально пройдет сейчас минута, я надеюсь, что вы те, кто все-таки вот делились этим, сами этими постами, может быть, сами их даже делали, все-таки вы перестанете это делать, только потому, даже по тем ощущениям, смотрите, представьте, что человек после вашего поста идет по той ссылке, которую вы даете. Вот я сейчас имитирую, играю роль этого человека, роли этого невежды, или роль вежды, которая вам тут же ответит, как отвечаю сейчас я вам. Продолжаем читать книгу Исход. Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и увидев то, весь народ отступил и стал вдали. И сказал Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, и что бы ни говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. И тут выходит Моисей. И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог к вам пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. И стоял весь народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И тут еще раз я вас акцентирую, еще раз погружаемся в то, что вы создали, или поделились, или создали и поделились постом, где дали ссылку на Исход 20.13, шестую заповедь Бога Моисея, как хотите, тут я через дефис говорю, но через слэш в тексте, в звуке это невозможно изобразить, кто как почитает. И вы пытаетесь убедить религиозников, христиан, иудеев, там не знаю кого, тех же самых мусульман, может быть просто атеистов, что вот есть такая десятисловие, у нас каждый второй верит там во что-то, да, в Бога какого-то. Многие признают разные писания, и ты скажешь, вот, в вашем же священном писании 20.13, заповедь не убей, понятно, что Бог говорил обо всех живых существах. Невежда читающие следующие стики познает, что вы просто пытались его обмануть. Вежда приведет вам все то, что я буду тоже дальше приводить. Читаем с 22 стиха. Прошло всего 10 стихов. 13 и 23, грубо говоря, 24 уже разрушат то, что вы пытались построить. И сказал Господь Моисею, заметьте, вам человек скажет, это Бог сказал, ты вот мне говоришь, это ты вложил такой извращенный смысл. Человек этот, грубо говоря, плюнет в лицо, может быть физически, может быть духовно. Сказал Господь Моисею, точно такая же речь якобы, как и там была Моисею, об этих десятисловиях так называемых. Так скажи сынам Израилем, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мной богов серебряных, то есть идет раскрутка вот этого десятисловия, что, оказывается, Бог-то сам имел в виду. Ну, там покороче сначала интерпретация, а тут начинается разжевывание. И обратите внимание, в библейских текстах я якобы слова Бога выделяю сюда другим цветом. В Ветхом Завете, в Новом Завете, в цитатах посланий апостолов. Вы заметьте, дальше идет огроменная речь якобы Бога, данная через Моисея. Продолжается она, как вы видите, до 24 главы, потом опять разные диалоги, и опять, когда Моисей еще раз восходит на гору, уже еще одна огромная речь, как Бог якобы Моисею на горе до 32 главы учит, как там делать весь этот культ. Вот, всю эту скинью, все эти шатры, да, гробик, как я называю, да, скинью, все вот это. Мы с вами дойдем до 32 главы, только мы, конечно, сегодня не будем ни о скинью, во всем этом, кто знает, на моих каналах все это уже есть. Но мы возвращаемся с вами. Я специально вам все это показываю, чтобы вы не были невеждами, которая может обернуться просто против вас. Не делайте предо мной богов серебряных или богов золотых. То есть, это первая заповедь. Ну, или там вторая по интерпретации, не сотвори себе кумира, да, не поклоняйся им. Здесь уже просто идет более развито. Там не было ничего о золотых богах. Ну, что надо именно статуэтку из золота сливать. Вы помните, или вам надо напоминать? Нет, я уже прочитал достаточно, еще раз можете либо мой ролик переслушивать, либо по тексту следить. Все вот эти тексты доступны на моем бесплатном, в свободном доступе, авторском, христианском сайте. Все тексты эти есть, вот с этими картинками, со всеми выделенными понятными текстами. Это обычный синодальный перевод, без всяких там моих искажений, просто для удобства я все это делал. То есть, здесь уже идет развитие. А каких не надо лепить, которое в первой, во второй заповеди про кумира было сказано, не сотвори себе кумира и других богов, здесь уже просто более конкретизируется. Серебряных богов золотых не делайте себе. А что же надо сделать? 24 стих. 10 стихов прошло со времен этой заповеди. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожжения твои и мирные жертвы твои. Кого приносить в жертву нужно? Овец твоих, волов твоих. На всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Дальше уже нам не надо. Там какой-то жертвенник. Все. Вот вы даете людям вот эти... Я просто говорю, это даже близкие мне люди. По-моему, я в личке им как-то говорил все. Я даже и сам-то не помню, кто конкретно. Но я вижу, мы же делимся всем этим, поставим в социальных сетях. Особенно, кто за веганство сейчас выступает. И я благодарен. Всегда низко в ножки кланяюсь за все эти посты нормальные, да, так скажем, которые несут истину, которые обличают зло, грех, убийство животных. Но я просто хочу вам показать. Вот живой пример. Я надеюсь, вы все это сами убеждаетесь. Ну, дадите вы человеку, даете вы человеку ссылку на этот исход. Вы думаете, Моисей говорил, не убей только... Вообще, никого нельзя не убивать. Более того, мы с вами на этом не остановимся. Хотя на этом можно остановить этот ролик. Все. Те, кто за веганство топит, ссылаясь на исход 2013, это просто абсурдно. Это абсурдно. И, как я сказал, я уже сказал вам, каким это минусом может привести. Это может обернуться против человека. Потому что, я еще раз эту мысль... Я уже сказал ее еще раз, чтобы она у вас утряслась и уселась. Невежда, познав истину, разочаруется в вас, как носителях истины, как в проповедниках истины. Он поймет, что вы всякими лукавыми способами готовы за истину топить. А это не так. А вежда вам сразу ответит, знающий, книжник, скажет, вот, что ты меня лапшу на уши вешаешь. А то евреи животных не... Тут же вот Бог им говорит, что сделать. Убить валов и овец. Все. Поэтому я, честно, не понимаю. Я вам уже сказал, зачем люди это делятся. Но, кто хочет, конечно, до конца мой ролик досмотреть, дослушать, то продолжаем. Я подведу кое-что, в каком это можно делать в реакте. И почему у меня были некоторые такие конфликты. Потому что сам Иисус, вы помните, при встрече с неким юношей, там, богатым, или мужчиной, неважно, как там написано, он ему сказал, знаешь, заповеди, не убивай. Ну, об этом позже. Давайте еще раз пройдемся. И не еще раз, а дальше пройдемся по исходу. Это я к тому, что... Мне хочется еще это донести до тех, может быть, этот ролик увидит кто-то, я говорю, кто не христианин, веган. Веган, но не христианин. И плохо знает Писание. И что-то оттуда вырывает. Если он вот это вот услышит, я думаю, что он больше никогда не будет давать на это ссылки. Там не то, что не убивай животного. Вы посмотрите, что мы читаем. Я, конечно, все это знаю. Мне кажется, что со стороны кажется, что я сам как в первый раз. На канале все это есть, конечно же. Я всегда показывал, насколько все это ужасно. Но я на пробу действительно стараюсь еще брать какие-то узкие темы. Видите, мы же много чего пролистываем, чтобы прям вот ее... Хотя мысль мы не теряем. Вы видите, это все один контекст. Я убираю вещи, которые никак не исказят эту тему. Но, как кажется, нам сейчас, что жертвы них надо именно из тесных камней. Это не к этой теме. Знание этого не меняет, эту мысль. Что же мы читаем? Делать пробежимся. Я специально сделал выделение, картиночки, чтобы долго не искать. 21 глава. Как видите, половиночку пробегаемся. А, ну я общую мысль скажу. 20 глава, еще раз я поднимаю ваш взгляд на нее. Смотрите заповеди. У тебя один Бог. Не произноси его имя. Почитай субботу. Исполняй субботу. Почитай отца. Я пропускаю. Не убей. Она как посерединочке. Да, вот так ее, не знаю, как... Вот 10. Она посерединочке. Тут к Богу. Тут к человеку. Там не прелюбодействуй. Не кради. Не пожелай там имущества ближнего. Не произноси ложного свидетельства. И не убей. То есть не убей и не делай того-то, того-то. Я вам сейчас на словах скажу, что все заповеди вот этого Моисея, все десятисловие, сопряжено. У тебя другой Бог, убей его. Ты в субботу не соблю, собрал палочки для костра. Убейте его. Ты не почитаешь отца и мать? Убейте его. Ты прелюбодействуешь? Убейте ее или его. Ты крадешь? Убейте его. Вы понимаете абсурдность? Вот те, кто ссылался на это. Пусть даже из добрых побуждений. Я не хочу вас обидеть, кто из добрых. Но я хочу, чтобы вы познали правду, истину и следовали за ней. Знаете, каяться, изменяться не страшно. Страшно закосневать в неправде, во лжи и во зле. Я тоже менялся. Я тоже совершенствуюсь. Тоже иду путем святости. И то, что ты сегодня познал, откинь старое, грязное, грешное, как ненужное. Пусть даже ты не осознанно что-то делал. Но сегодня тебе кто-то открыл глаза Бога или через человека, через книжку, писание, ролик. Ты познал истину. Откинь грех и сотвори благо. Что же, как вы видите, мы читаем дальше в сплошной речи. Кто ударит отца своего или свою мать? Заметьте, не убьет, а ударит. То есть не око даже за око, не зуб за зуб, а просто ударит. Это, конечно, грех. Я не говорю, что ударить отца, мать, любого человека. Мы с вами вообще, я как веган-христианин, сами понимаете, о чем тут вообще можно говорить. Но я хочу контекст показать. Даже Моисей, который говорит око за око, зуб за зуб, также еще более расшифровывая свой закон, тут даже не око за око. Ты ударил, того должно предать смерти. Ну как же не убей тогда заповедь? То есть не убей, оказывается, это какая-то была общая фраза, выброшенная в толпу. А что потом в это не убей вложить? Это, оказывается, не убей кого? Праведника там, якобы. Они так же и праведников убивали. Они Моисея каждый раз пытались побить камнями, хотя якобы он праведник среди них. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, тот должен предать смерти. Рабство, насильственное вот это рабство, киднеппинг, кто знает, есть такое слово, там детей похищают, да, с целью выкупа, или рабство, это страшно, я не спорю. Я просто хочу, я сейчас вдвоем надеюсь, я просто понимаю, а то я что-то начинаю оправдываться. Я не говорю, что это нужно делать, и что это добро, это зло самое настоящее. Но я хочу сказать веганам, которые христиане ссылаются на исход 3.20.13, на неубийство, якобы Бог дал животных, если тут же мы считаем, что, оказывается, можно убивать даже людей. Причем за поступки порой несоразмерной смерти, это вообще ужасные поступки пока, о которых мы читаем, но есть и попроще, за что евреи будут предавать друг друга и чужеземцев смерти. Кто злословит отца свою мать, уже не бьет. Позлословил, да, нехорошо. Никого вообще злословить нельзя, никого. Злое слово специально, да, язвить человека, того должно предать смерть. То есть, оказывается, заповедь не убей, и перед ней, которая идет, почитай отца, оказывается, почитать-то надо так, что тебе, если что, следующая заповедь просто отменяется. Дальше смотрим. Еще мы, извините, пролистываем, 21-я, 22-я глава. Вы там что-нибудь читали про колдунов или нет в 10-й слое? Нет. Пожалуйста, Моисей расширяет спокойненько этот список. Ворожей не оставляй в живых. Всякий скотоложник, да, будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да, будет истреблен. Заметьте, первая заповедь сопряжена со смертью. Четвертая, какая там, шестая, седьмая, сейчас до всех доберемся. И то, это мы только исход почитаем. Вообще, кто знает, есть уже более развернутая вот эта часть исхода. Это книга второзакония. Это и есть тот Ветхий Завет, заключенный якобы богом с Израилем. Но, по сути, это просто закон шариата, изданный Моисеем и его окружением. Я много чего пропускаю. Я выделил, так скажем, что в исходе со смертью, я даже, может, что-то пропустил, так, сколько бегло позволяет мне к ролику подготовиться. Я готовлюсь. И пришел народ, пришел Моисей, пересказал народу все слова Господни, 24 глава, все законы. И отвечал весь народ в один голос. И сказали, все, что сказал Господь, и сделаем. И будем послушны. И сказал Моисей, и взял Моисей крови и окропил народ, говоря, откуда он взял кровь? Принесли в жертву очередное беззащитное, чувствующее, живое существо. Вот кровь Завета, которую Господь заключил с вами о всех словах этих. Сам этот Завет заключался при крови бедных животных. Так что я просто, я говорю, мне не понять, почему веганы, христиане особенно, ссылаются на исход 20.13. Сам Завет был заключен, как мы видим с вами, еще раз это повторяется, мы с вами тут же в 20-е прочитали, что они пусть приносят. Тут они уже прямо, само действие описано, там только повеление Божье, тут прямо действие описано. Все. Сам весь этот Завет был заключен так, вот так вот, при крови убитого несчастного животного. Дальше. Моисей снова восходит на гору, опять длинные речи, все это мы с вами пропускаем. Тут уже, конечно, все чисто о культе, кто знает, с 24 по 32 главу, как там скинь, шатер, все это делать, курение, там все эти лопатки. На этом все, в общем-то, и заканчивается. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синаи, дал ему две скрижали откровения, скрижали камень, на которых написано было перстом Божиим. Если вы откроете книгу в Таразаконе, там вы уже соберете все оставшееся. Там не только ворожей, там уже из-за прелюбодействия, естественно, о чем и было, и здесь не было сказано. То есть там все это раскрыто уже, полностью под ключ. Вот у вас после этого осталось все желание у веганов-христиан делиться проповедью, так скажем, веганства посредством ссылки на Исход 2013. Я никогда не делал этого, никогда не делился этими постами, даже их не лайкал. Ну, может быть, грешок быть в общей ленте я там мог случайно. Или там, я говорю, там очень по-разному есть посты. Где-то пытаются вот показать, что даже Иисуса изображают какое-нибудь изображение. И больше на Исеев ссылаются редко, где Иисуса с исходом. Бывает, ну да, картинка может быть Иисуса. И вот этот исход, и запись о том, что и как бы надпись, там если краткая цитата есть на посте, что или под постом, или текстом, что вот Бог, типа, дал вам, не убивай, и здесь имел в виду всех животных. Как же он имел в виду всех животных, если мы через 4 стиха, или сколько там прочитали, через 10 стихов прочитали уже, что по велению Бога убивать животных и приносить их в жертву, и они так и делают. Прямой результат описан, где Масей, они там-то все делают, тысячами их убивают. Ну и прямо описано, как заключается завет, что именно кровью этих животных они все еще окропляются. Что эта кровь дает? Она что, скрепляет человека и Бога? А что слов недостаточно было? В чем виноваты беззащитные животные? Или как она может помочь исполнению даже этих заповедей Масейника? Это безумные люди. Какое у меня... На этом все, я надеюсь, да? Переходим к другой части. И поэтому я не знаю. Вы делитесь. Я такие не лайкаю, не почую. Может где-то был грешок, но, наверное, больше на автомате это как-то было, потому что я действительно могу в ленте так. как-то это... Кликнуть... Ну, я не помню, чтобы я вот конкретно где Исход выдают, где Иисус там с барашом, где из есеев, которые не признаны Евангелия там каноническим, да? Оттуда, если я такие еще могу, да? Потому что я сам к этому отношусь положительно, так скажем. А вот когда на Исход ссылается, не знаю, вряд ли у меня есть там хоть один этот пост в копилочке, так скажем, ВКонтакте, где в альбоме этих под названием Вега. Я говорю, справедливости ради я сам себя, так скажем, не представляю, а хочу вам разобраться. Да. Евангелие от Марка, ну, 10 глава, то же самое есть в Матфею, в Луке описанное событие. Давайте прям прочитаем. Когда... Тут же коротко. Когда он выходил в путь, побежал, некто, пал пред Иисусом на колени и спросил его, учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Немножко совсем отличается в Матфею, Марке и Луке. Там несущественные различия, они ничего нам сегодня к этой теме не дадут, к тому вопросу, который я поднял, так скажем, и ответ, который даю. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, то есть это заповеди, да, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжистведействуй, не обижай, почитай отца и мать. Он же сказал в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Я до конца прочитаю, чтобы мы мысли не считали это выдранным из контекста. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, ну, в других евангелиях, если хочешь быть совершенным, если хочешь стать совершенным, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Всем известный случай, кому нет, я говорю, может быть, меня слушает просто какой-нибудь веган, не христианин. Казалось бы, Иисус ссылается на хотя он не говорит, исполняешь заповеди Моисея, вот именно, даже заповеди Божьи. Может быть, нам что-то умалчено. Евангелие писалось учениками и непрямыми даже учениками Иисуса по памяти. Он сам ничего не написал, не позволял за собой стенографировать. Вот это все, что когда я говорю, это же тоже очень важно. Я же не просто так для сладкого словца это говорю. Очень важно знать просто евангельскую историю, благодаря всем, хотя бы четырем евангелиям, может быть, не каноническим каким-то вещам, апокрифом. Вы мне скажете, ну вот же, он сослался. Я не говорю, у меня Бог на сердце прям удивительно, как всегда. Ну, не удивительно, это уже так постоянно бывает, но в очередной раз радуюсь таким откровением, Божий, дал мне четкое утверждение, что я хочу донести. почему я не согласен именно, почему у меня текстовые, я вот, картиночные вот эти, и короткие текстовые, когда там, если и было, добавлено просто картинки или картинка дублировала текст, текст картинку, когда просто вот так на исход, короткие мысли, влагали даже там одно предложение, что вот, типа, в Библии, в вашем Святом Писании, написано, исполняете, да, то ли, говорю, невеждами, то ли маловеждами, то ли, не знаю, с какой-то целью, человек вообще, вот как я, все понимает, откуда это взято. Ну, как же Иисус относился к Ветхому Завету? Конечно, это отдельная тема, которая у меня раскрыта на канале Христолю Библии на Писании, у меня там есть ролики Иисуса о Ветхом Завете, я из-за всех Евангелий собираю все эти места, как показать, что Иисус никогда не был ни удеем, ни фарисеем, ни книжником, он никогда не был исполнителем закона, Моисея, он никогда его не исполнял, никогда его не проповедовал, я все это всегда, естественно, при чтении самого Евангелия, я все это показываю. Здесь вот вырви из контекста, даже это одно событие с этим богатым юношей, можно сюда впихнуть все, что угодно. Мы прекрасно знаем Нагорную проповедь, ведь Моисей же, говоря все это, это же он говорит око за око, зуб за зуб, он же только что приносил их в жертву, он только что говорил, что прелюбодейную женщину побейте камнями, да, ну, око за око в другом месте, это в книге второзакония все еще больше разжевывается, да, а что говорит Иисус в Нагорной проповеди, вы слышали, что сказано око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не протився злому. Иисус дает ровно противоположные заповеди. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду, и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два, просящему у тебя, дай, и от хотящего занять у тебя, не отвращайся. Дальше Иисус еще величественнее говорит, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего, это все во второзаконе, которую мы сегодня с вами, конечно, читали, это огромная книга, она есть у меня отдельно на канале, вы можете все это обратиться. И ненавидь врага твоего, а я говорю вам противоположную вещь, ненавидеть и любить, противоположное, мне сколько только, я их называю иудействующими христианами, не пытаются доказать, что ветхие заветы новые, это чуть ли не одно и то же, или это продолжение, а вот ветхие, это ступеньки там, Иисус дает противоположные вещи, любить и ненавидеть, это противоположные вещи, это не ступеньки, это противоположные вещи, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего небесного и буду повелевать Солнцу своим, восходить над злыми и добрыми, посылать дождь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же делают и мытари, если вы приветствует только братьев ваших, что особенно вы делаете, не так же ли поступают язычники, и так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. А когда к Иисусу приводит, ладно, я уже не буду вам по тексту, все буду с вами словами, когда к Иисусу приводит женщину, взятую в полебудеянии, где не Иисус не пытался отрицать ее грех, более того, он сам признал, что она это делала, да. Ему так и сказали. Хотя давайте откроем, это же недолго, да. Евангелие от Ана, какая у нас восьмая глава, мне просто интернет не очень, но я думаю. Иисус же пошел на Иллигонскую гору, а утром пришел в храм, и весь народ шел к нему, и он сел и учил, тут книжники фарисеи привели к нему женщину, взятую в полебудеянии, и поставили ее посередине, и сказали им, учитель, эта женщина взята в полебудеянии. Иисус не отрицал этого, потом сам ей еще раз скажут, что иди впредь не греши. То есть она была, действительно, ее не оболгали, она правда согрешила. А Моисей, заметьте, не Бог, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Не вспоминают заповедь, не убей. Не вспоминают закон Моисея. Что ты скажешь? Говори же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись, низко писал перстом на земле и не обращал на них никакого внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, пусть первым брось на нее камень. И опять, наклонившись, низко писал на земле, они же услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя. Она отвечала, нет, Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. То есть, она согрешала, но Иисус не то, что отменил закон, он никогда его и не исполнял, он не исполнил и не позволил никому его исполнить. Так что же, когда Иисус перечислял, я просто к чему все это вам два примера всего вспомнил из Евангелия из Нагорной, проповеди, слова Иисуса, реальное дело Иисуса с этой женщиной, взятой в прелюбодеянии. Так Иисус, когда спрашивал юношу о неубийстве, как вы думаете, он вкладывал вот то, что мы с вами прочитали в исходе, где сказано не убей, не прелюбодействуй, не почитай отца, но если ты или кто ты спрелюбодействовал, побей его камнями, разве Иисус сам участвовал когда-нибудь в этом, в побивании камнями кого-то, разве он исполнял, там что, первый раз такое, это лишь один случай из немногих, Иисус, как мы так, каноническим евангелем вере, 30,5 года проповедовал, да и там куча грешников была, евреи 100% на каждом углу там побивали своих неверных, Иисус ни в чем этом никогда не участвовал, Иисус никогда никаких жертв не приносил, он всех животных из храма все время спасал и выталкивал вот это, что есть, то есть, так что же Иисус вкладывал опять, разговаривая с юношей этим, в заповеди, причем он даже не произнес, благодаря всем, причем трем евангелиям, пусть и три разных автора, ни один из них не говорит, что это заповеди Моисея или заповеди Божьи, просто заповеди, не убей, и зная жизнь, почему говорю, и учение Иисуса Христа, мы должны здраво и трезво читать и понимать то, что мы читаем, оказывается, Иисус, вот Иисус туда вкладывал, я убежден, что не убийство животных, Иисус, причем, ему перечел добродетели, так их назовем, хотя, как Иисус сказал, потому что вы перестали творить зло, вы еще ничего великого не сделали, не, 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 Царство Небесное силой берется и трудящийся восходит в него, потому что потом он его призвал, после того, как он ничего не сделает, сотворить некоторые добродетели, и это еще тоже невеликое дело, а потом только творяйте добродетель, ты будешь идти за Христом, неся свой крест, вот, каков путь в Небесное Царство, так что же подразумевал Иисус, как мы видим, опять же, во-первых, речь здесь тоже, как вы видите, не идет о чем-то конкретном, очень общее, и мы благодаря другим моментам понимаем, что Иисус в это вкладывает, он не стал, и заметьте, он не сослал, это очень важно, он не сделал ссылку на исход, он иногда говорил, кто это говорит, где это сказано, разве не заповедовал его Моисея, даже Иисус так выражался, здесь он не говорит этого, я к чему это все веду, то есть, конечно же, мы видим, что это конкретные события, Евангелия, которые до нас дошли, это целые события, это люди, это личности, это обстоятельства, это все не так вот просто, и вы знаете, вот такого вот холодного поста, там, Исход 20-13, не убей, вы все против Бога, вы не убедите людей стать веганами, потому что в Исходе мы знаем, что там творилось, а вот если вы, как вы видите с Иисуса, мы же поняли, в чем смысл, он не сказал, а ты не убей, ну пойдем, барашка в жертву принесем, то есть, Иисус действительно был Богом, явившимся во плоти, любящим все свое творение, естественно, никому не причиняющий вреда, и творивший благо даже своим врагам на делах, чему Исам учил на словах, но заметьте, если мы выдираем все это из контекста, тут целый эпизод прошел, мы почитали с юношей, почитали смысл этого, это очень важно, и когда вот такой вот маленький сухой пост с ссылкой на Исход, так не пойдет, хотя я, знаете, все равно, вот в оконцовке я уже, наверное, заканчиваю, обычно даже длиннее ролики, да, конечно же, можно, вы мне можете, кто знает Евангелие, привести другие места, я-то его хорошо знаю, сам себя, так скажем, обличаю, Иисус часто ссылался на Ветхий Завет, порой, ну, из тех, канонистские Иваны, которые до нас дошли, мы видим, он порой ссылался на два-три слова тоже, естественно, он вкладывал, он обычно разъяснял, или то, что он сейчас говорил вот в этом понимании, и прицеплял эти слова, как бы, и, соответственно, эти всю кучку слов, или всю эту проповедь, и лекцию Иисуса, должен туда-туда засунуть Ветхий Завет, потому что вот так надо было это понимать по-настоящему, почему такого, как я, вечно судят, когда я на Ветхий Завет смотрю через призму нового, а все религиозники, культовики и грешники, самые настоящие, прикрываясь псевдо-христианством и ложным смирением, делают обратное, либо сшивают все вместе, чего Иисус прямо запретил, либо еще хуже того, на Ветхий, на Новый смотрят через призму Ветхого, у них Ветхий выше Нового, а это невозможно. Вот такую я сегодня тему, я говорю, поэтому я тут, тут как будто эти эпизоды брать, там вообще может быть о другом речь, но вот в плане проповеди веганства, я достаточно узкий взял такой контекст, видите, почему тут можно разойтись, куда только, нет, я надеюсь, вам просто попытался донести, что мне лично, я считаю, что это неправильно, я на своем примере, я все прохожу в жизни опытом, только потом делюсь, я бы, мягко скажем, расстроился, если человек меня ввел в такое вот заблуждение, потому что я бы прочитал исход весь, а может быть, всю Библию потом, а достаточно, если я прочитал, видите, пару глав, или хотя бы эту главу до конца, двадцатую, через десять стихов я бы увидел, как Бог повелевает им же убивать животных, каким я веганом стану, вегетарианцем хотеть хотя бы, никаким, поэтому, вы знаете, вот такие, как я, проповеди записываю, много, как назвать-то, не знаю, многосторонние, что ли, стараюсь все это поговорить, объяснить, может быть, иногда не нужно много, не имея сил, наверное, остановиться, нет, мне действительно хочется просто донести, да, я все время стараюсь сжевать, 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 чтобы вы уже вот это вот получили, все разжеванное, все понятное, я считаю, что человек разочаруется, знаете, какой-нибудь образ вам дать, ну, не знаю, вы и на оклеите, ну, как у нас так и есть, у нас на всех тушенки, тушенки на каждой, это веселая свинюшка, там, коровка, да, а внутри просто ее труп, полученный путем страданий этого существа, живого чувствующего, его убийства, здесь то же самое, знаете, это все нужно сделать красивую картинку кролика, а там скотобойни, да, здесь то же самое, вы скажете, вот в исходе якобы Бог сказал, и тут же мы читаем, что вроде бы этот же Бог Моисею говорит, что и убивай их, да, а что там убивать-то животных-то, ну, читай, да, тут и людей-то не щадят, всех грешников, язычников, так там вообще детей убивают, стариков, все это, а камни разбивают младенцев, в прямом смысле слова, да, да, у человека волосов станут даже там, где их никогда не было, неужели вот вы этого просто не видите, Ветхий Завет это очень, казалось бы, хочется сказать, вы хотя бы это там, да, ладно, там Иисус Иудей говорил, я понимаю, вы тоже пытаетесь христианам, да, христианам открыть глаза истину, они по идее, получается, Ветхий Завет, Библия, это их книга, да, тоже, ну, не работает это так, и мы видим, что у Иисуса это не просто так, это нам как-то еще подали, насколько были пространные вещи, да, этот юноша отошел, что Иисус даже потом, может быть, опять сказал своим ученикам, толпе, народу, что говорил в других местах, да, уж не говоря о том, что Евангелие до нас тоже дошло, мягко скажем, не в идеальном виде, вот, так что вот так вот, ну, надеюсь, я вам показал, да, то есть, надо как-то, мне вот прям, когда я просто вот концентрирую мысль в последний раз, когда я вижу исход 20-13, не убей, и что это якобы, откуда они берут по Писанию, это там Бог сказал евреям, не убивать вообще никого, то я вам уже сказал, я не понимаю, человек либо не знает вообще Писание, либо знает того хуже, ну, в смысле, среднячок, он что-то знает, что-то не знает, хотя те, кто меня слушает, вроде уже, ну, кто-то поздно подключился, я говорю, всю Библию еще, кто-то сейчас смотрит, как ролики выходят, там, пророков, ну, тогда оставьте пока этот вопрос, Библию сначала со мной посмотрите, бытие, исход, я вам от чистого сердца советую, много чего, постов можно как угодно, а вообще в веганстве, надо вегетарианство, в любви к животным, людям вообще ссылаться на Библию не надо, это грех убийства, у человека для познания этого греха, есть глаза, уши, нос и рот, и ручки тактильные, этих пять чувств, достаточно Богом данному каждому, когда мы обличаем, даже и псевдо-христиан, и всех остальных грешников, убийц, трупоядов, в грехе, насилии, убийства, живых чувствующих существ, это просто достаточно простыми, прямыми вот этими словами, все, ну, да, истина бывает, с разной стороны, я сам много постов, много интересных мыслей, мысли по этому поводу, каких-то интерпретаций, подач, но это точно не исход 2013, я надеюсь, вы сегодня в этом убедились, но если нет, я даже не знаю, что вам еще сказать, по-моему, все просто на лицо, я просто читал, ну, со своим, как всегда, комментарием, я по сути, просто эту кашу перемалываю, жую и жую, хотя она все на лицо, я не знаю, у меня не то, что такое проповедовать, или постить как-то, в коротких, или длинных, я видеть, я вижу, просто, мне прям внутри, я понимаю, что даже человек, то ли не попадает, не понимает, и я понимаю, что это, это, это неправильно, это ложь, это обман, это лукавство, может быть, оно исходит, слава богу, если не из, вот этого сердца, которое хочет лукавить, да, или лукавит, а человек просто по незнанию, ему хочется всем, ему кажется, ну вот же, да, или он где-то сам этим заразился, кто-то ему так подал, и он думает, что правда, смотри, там, это не так, убийство, это просто плохо, я не говорю, что вообще на Библию не отсылаться с другой стороны, да, вы знаете, прекрасно все ссылаются на первую главу, где бог и дал, все, что растет с деревьев, все, что не имеет живую душу, человек может этим питаться, это первая глава, пожалуйста, я на нее ссылаюсь с того времени, как сам стал веганом и христианином еще 10 лет тому назад, если вы понимаете, бог вам уже открыл тот грех, который совершила Ева с Адамом, убили животное, сожжали его труп, пожалуйста, можете дальше найти, то есть надо разбираться потихонечку, есть там разные моменты, кто знает, я даже умудрялся с пророками там подчеркнуть, но это очень, это очень должны быть пространные, для таких вещей недостаточно, короткого поста, даже вот эти, знаете, любите друг друга, как Иисус учил любить, у нас есть книга его жизни, его учения, слов разных дел, как поступать, а просто любить, каждый в это впихивает, все что угодно, цитирует Павла, цитирует Павла, нет и да, если я все пророчества знаю, все чудеса могу творить и любви не имею, нет мне в той никакой пользы, давайте всех любить, всех грешников по головке гладить, только вырывает это из послания Павла Коринфской церкви, где он в каждой главе по разной теме обличает грешников в свои собственные церкви, которые грешат, причем грешат по страшному, что на словах уже говорят, что никакого воскресения вообще не было, ни Иисуса, и никто никогда не воскреснет, что на делах, прелюбодействуют, крадут друг у друга сами, рвут друг друга на куски, можно сказать, и что Павел-то делает, как он проявляет свою любовь к этой церкви, к своей, предает сатане и анафеме тех, кто так поступает, то есть можно вырвать, конечно, из первого Коринфина, этот гимн любви, тринадцатую главу, всеми любимую, ну и в том числе, но вопрос, какими делами мы любим мир, лежащий во зле, об этом надо не забывать, в этом разобраться и поступать в жизни правильно, стараться во всех обстоятельствах ее. Я с вами прощаюсь, пока-пока, до встречи в следующем ролике, всех по-братски, крепко обнимаю, нежно целую, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok